МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале ВИДНОЕ ТВ проведу я, Татьяна Брылова. Здравствуйте. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. Крымская весна пришла в ВИДНОЕ. В празднике, посвященном пятой годовщине со дня присоединения Крыма, приняло участие несколько десятков человек. Молодежный парламент при Совете депутатов Ленинского района подготовил культурно-массовый праздник по случаю пятилетия воссоединения Крыма с Россией. Лопатинский овраг стал причиной конфликта между местными жителями и застройщиком. Я тут жителей поддерживаю 100%, потому что здесь уже можно сказать, что вот эти нарушения выявлены. Во Дворце спорта состоялся областной шашечный турнир. Шашки в ВИДНОМ существуют с 1994 года. И впервые мы вышли вот на такой турнир. Пять лет назад произошло большое событие в истории России. Крым, который два с лишним десятка лет принадлежал другой стране, Украине, вернулся домой. В преддверии события, посвященного этой важной исторической дате, состоялось праздничное мероприятие, которое прошло в городе Видное на Садовой улице. Слово нашему корреспонденту Дмитрию Книге. Молодежный парламент при Совете депутатов Ленинского района подготовил культурно-массовый праздник по случаю пятилетия воссоединения Крыма с Россией. Мероприятие состоялось на площадке около стадиона «Металлург». Праздник открыл глава городского поселения Видное Моисей Шимаилов. Он вручил детям ветерана войны Владимира Федоровича Дегтярева памятный знак от правительства Крыма. К сожалению, сам Владимир Федорович не дожил до сегодняшнего дня, но в годы войны был крымским партизаном. Кроме того, на доме, где он жил, в преддверии праздника была установлена памятная табличка. Я вообще лично с ним знакома. То есть мы познакомились, когда я пришла в Совет ветеранов, как раз хотела развивать проект в городе Видном. Мы с ним познакомились. И для меня это не просто участник Великой Отечественной войны. Мы с ним просто успели подружиться. Стоит отметить, что наш Ленинский район связывают с Крымом дружеские отношения, в рамках которых проходит обмен опытом и культурным наследием. Прямо в первые годы вот этих событий администрация Ленинского района, Ленинский район Крыма подписали соглашение о сотрудничестве, о дружбе и так далее. Поэтому вот два района таким образом сотрудничают. Мероприятие было подготовлено активной молодежью Ленинского района и ориентировано прежде всего на подрастающее поколение. Молодежный парламент, он на сегодняшний день нацелен воспитать в подрастающей молодежи чувство патриотизма, чувство гражданской патриотической ответственности. Всех собравшихся ждали выставка ретроавтомобилей и машин-участниц гонок на выживание. Можно было понаблюдать за мастер-классом по разборке, сборке автоматов, а Видновское станичное казачье общество традиционно показало свою экспозицию. На сегодняшнем мероприятии мы представляем традиционное казачье оружие, холодное, огнестрельное, которое использовалось в Первую мировую войну, во Вторую мировую войну, ну и по надобности могло использоваться в Крыму. Самый большой интерес у зрителей вызвали соревнования по картингу, в которых мог принять участие любой желающий. Трасса была несложная, но трудности в прохождении дистанции добавляли погодные условия. На некоторых участках асфальт был покрыт льдом. Я живу вот тут неподалеку, и мне очень понравилось, как тут катаются, и я решила тоже попробовать себя, и у меня начало получаться. Идея объединить элементы культуры и спорта в одном мероприятии посетителям понравилась. Везде, где техника, везде праздник. Мы за то, чтобы молодежь росла воспитанная, технически грамотная, спортивная, чтобы они свой досуг посвящали развитию, спорту. Завершился праздник концертом с участием местных коллективов. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ. А в музее-заповеднике Горки Ленинские пятилетию со дня присоединения Крыма к России посвятили небольшую, но о многом рассказывающую экспозицию Крым в истории Отечества. Заместитель директора музея Борис Власов провел экскурсию по выставке для нашей съемочной группы. Российская история Крыма началась при царице Екатерине Второй. И первый стенд экспозиции, который носит название «Крым в истории Отечества», рассказывает о том знаменитом манифесте, который объявляет о вступлении Крыма в состав Российской империи. Территория полуострова всегда притягивала завоевателей. Было много исторических коллизий. В XIX веке с Крымом связана Восточная, или как ее еще называют, Крымская война. Когда Россия столкнулась с целой коалицией европейских азиатских государств против себя, военные действия разворачиваются в основном именно на территории Крымского полуострова. И тогда, может быть, впервые общероссийская известность получил город-крепость Севастополь, его знаменитая оборона, которая длилась почти год, и которая опрокинула надежды оппонентов России быстро захватить. Но не случайно выставка расположилась в стенах музея Горки Ленинский. Хозяйка усадьбы Горки Зинаида Морозова, как богатейшая женщина России, имела много владений. В начале XX века в Крыму, в Месхоре, Савва Тимофеевич и Зинаида Григорьевна Морозова приобрели усадьбу. Все свое имущество и землю, и само строение они сразу же застраховали на довольно приличную сумму в размере более 50 тысяч рублей. На одном из стендов можно увидеть и фотографию дачи, и квитанцию московского страхового от огня общества. В XIX-XX веках Крым стал местом, куда съезжалась политическая и творческая элита России. Художники приезжали на пленэры, поэтов и писателей природа полуострова вдохновляла на новые произведения. Проще, наверное, назвать каких-то деятелей русской культуры, которые не были в Крыму, чем те, которые были. В советское время граждане страны тоже любили отдыхать на побережье Крыма. Именно поэтому, когда в середине 50-х годов Крым был передан Украине, а после в 90-е Украина объявила себя независимым государством, народ продолжал считать полуостров русской землей. Наверное, население Крыма так легко в 2014 году приняло решение о воссоединении с Россией, о воссоединении единого исторического пути. Все-таки один язык, одна культура. Об этих событиях, которые и произошли пять лет назад, рассказывает последний стенд экспозиции. На нем самые важные исторические кадры – подписание договора о вхождении Республики Крым в состав Российской Федерации. Посетив горки Ленинские, загляните и в научно-культурный центр. Посмотрите экспозицию. Татьяна Брылова, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Председатель Совета депутатов Ленинского района Станислав Радченко стал победителем конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области». Как ему удалось стать первым среди представителей множества муниципальных образований, расскажем далее. Совет муниципальных образований Московской области каждый год в течение 10 лет ищет лучших специалистов по всему Подмосковью. За пальму первенства борются десятки работников администрации, начальников отделов и управлений. Каждый представляет творческий проект по одной из проблем, с которыми приходится сталкиваться в работе. В этом году Станиславу Радченко равных не нашлось. Он продал конкурсную работу, которая называется «Совершенствование работы депутатов с населением». Были предложены некие новые формы взаимодействия, в частности через интернет-порталы и социальные сети. Сейчас его рабочее место в здании администрации и должность председателя Совдепа. Но времени хватает и на общественную деятельность, спортивную и на свежем воздухе. Мы проводим тренировки и мероприятия спортивного направления, в частности мотокросс и питбайк. Все эти мероприятия мы проводим в деревне Горки. У нас там сертифицированная трасса. И каждый может попробовать свои силы, потренироваться. Помимо мотокроссных полей он охватил и леса Ленинского района. На базе станичного казачьего общества проводится конное патрулирование лесополосы и дачных хозяйств. Цель – предотвращение краж и лесных пожаров. Добрый день. Казачья народная дружина. За эти гражданские инициативы Станислав Радченко получал в течение четырех лет премию губернатора Подмосковья. Так что сегодняшняя победа для него не первая и, надеемся, не последняя. Михаил Решетов, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ. В сельском поселении Булатниковское накалилась обстановка вокруг Лопатинского оврага, где компания «Гранель» строит микрорайон «Государев дом». Возник вопрос вокруг вырубки деревьев. По словам жителей, их количество превышает разрешенной документации. Наша съемочная группа побывала на месте событий. Жители деревни Лопатина обратились к местным властям по вопросу вырубки деревьев в овраге, рядом с которым ведет строительство компания «Гранель». Застройщик микрорайона «Государев дом» получил разрешение на вырубку 277 деревьев на своем участке. Но люди посчитали, что компания превысила это количество и под снос пошли не входящие в список дубы и липы. Субботним утром на место выехали представители администрации, сотрудники отдела экологии и в присутствии жителей начала работу комиссия по земельному контролю. Сегодняшняя комиссия целью ставит прозрачность ситуации и полное подтверждение итогов той работы, которую мы сегодня проведем. Поэтому жителей прошу тоже, либо вы участвуете в комиссии, либо вы не участвуете, не препятствовать ни в чем и все обсуждения после. Было принято решение пересчитать все спиленные деревья и проверить, соответствует ли их количество по рубочному билету. Кроме того, с начала недели на месте работают геодезисты, которые проводят замеры и определяют границы строительного участка. Выписки администрации Ленинского района заказала. Они будут готовы к понедельнику. И с кадастровым инженером от ГУП БТИ мы выйдем и проверим фактически по местоположению земельного участка. Помимо ситуации с вырубкой, жители попросили оформить должным образом строительный объект, установить забор и информационный стенд. Я тут жителей поддерживаю 100%, потому что здесь уже можно сказать, что вот эти нарушения выявлены. То есть нет стенда, который информирует о том, кто проводит работы, в каких границах проводятся работы. По моим сведениям, никаких не было собраний. То есть жители деревни не собирали по этому вопросу. Уже на эти замечания указано застройщику. На месте присутствовал представитель компании Гранель. Он выслушал претензии и пообещал учесть все пожелания, а также устранить недочеты. Сейчас происходит недопонимание у жильцов, в границах ли мы работаем и выполняем правомерную вырубку деревьев, о чем сейчас собралась комиссия. До понедельника, до 10 часов, когда приедут все специалисты для определения всех этих мероприятий, мы все работы здесь на данный момент приостанавливаем. Ситуация находится на контроле у администрации Ленинского района. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Бить обязательно. Правила, которые одинаково действуют и в боксе, и в шашках. Однако в случае с настольной игрой удары наносятся не по противнику, а фигурами на клетчатом поле. Во Дворце спорта состоялся областной турнир по шашкам в Видновский дебют, где каждый участник неукоснительно соблюдал главное игровое предписание. Дошло ли дело до бокса, узнал наш корреспондент Арсений Рогозянский. Шашки – игра, доступная в любом возрасте. Самым юным участникам областного турнира «Видновский дебют» только исполнилось 6 лет, тогда как самому опытному – 89. Виктор Федорович Сашин – ровесник Ленинского района. В этом году он отметит свое 90-летие. Ветеран дал наставление молодым любителям шашек. Игра в шахты, вернее, в шашки, в шахты развивает умственную способность. И эта игра увлекательная. И заниматься ей я желаю всей молодежи. Турнир собрал свыше 70 участников из разных городов Московской области. В двух группах состязались шашисты от 6 до 18 лет. В третьей возрастной категории – мужчины и женщины. А в самые опытные – спортсмены от 60 лет и старше. Я знаю, здесь многие есть участники, очень опытные. Понимаете, мне приходилось проводить соревнования среди детей, детсадовских, которые не знают, что бить обязательно, что-то еще забывают. Я надеюсь, здесь таких нет. Я надеюсь, что здесь все опытные, которые потренировались, и вот сейчас участвуют в турнире. Город Видное представили 19 участников, среди которых был и заместитель председателя шахматно-шашечной федерации Ленинского района Владимир Кузнецов. Перед началом своей партии он вспомнил о былых победах видновских шашистов. Этот турнир важен для нас, для шашистов города Видное. Шашки в Видном существуют с 1994 года. И впервые мы вышли вот на такой турнир. Хотя наша команда является чемпионом Московской области в 2011 году. Мы тогда навели шороху. Самое большое представительство имели две детские категории. Несмотря на юный возраст, у некоторых из них за плечами победы в первенствах России, Европы и даже мира. Восьмилетний Саша Ламинцев на турнир поехал из города Ступино, где занимается шашками чуть более трех лет. За это время он трижды выигрывал европейские турниры и дважды брал бронзовые медали чемпионатов мира. К своим спортивным успехам мальчик относится скромно, а начинал он и вовсе не с шашек. Ну, сначала я любил шахматы. Дедушка меня учил играть в шахматы. А потом я пришел в клуб, и там казалось, что мои шашки, а не шахматы. Недюжинный талант юного спортсмена, по словам отца мальчика Дмитрия Ламинцева, связан с редким умением запоминать ходы и читать игру. Да, гордость присутствует, но это тяжелый труд. Он просто так не дается. Надо работать, работать, чтобы развиваться дальше. Председатель шахматно-шашечной федерации Ленинского района Александр Болховитин уверен в том, что в скором времени шашки смогут вновь обрести популярность. В муниципалитете возрождаются шашечные турниры, а желающих записаться в секции этого вида спорта становится все больше. В Ленинском районе не на словах, а на деле идет возрождение шашек. И хоть в названии федерации звучит часто первое слово шахматно-шашечная, но мы и шашкам уделяем очень большое внимание. Успех видновского дебюта можно сравнить с началом грамотной шашечной партии. Такие турниры вызывают интерес у людей в любом возрасте. Главное в этом виде спорта – сохранять концентрацию и, если есть возможность, обязательно бить, чтобы матч переходил в победный эншпиль. Арсений Рогозянский, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ. И коротко о погоде, которая с каждым следующим днем будет теплее. Итак, во вторник, 19 марта, станет еще на пару градусов выше. Днем плюс 5, ночью – около 1 градуса тепла. Но не спешите переодеваться в весенние дожди, и низкая облачность сделают свое дело, будет сыро и зябко. И это все новости на сегодня. Смотрите телеканал Видное ТВ и будьте в курсе всех самых важных событий Ленинского района. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова